Инициатива Азербайджана в рамках борьбы с изменением климата и то, какой опыт страна может передать другим государствам, обсудим с Амином Мамедовым, председателем общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана. Здравствуйте. Добрый вечер. Итак, мы знаем, что Азербайджан, будучи нефть и газодобывающей страной, активно работает над процессом энергоперехода. Так какой опыт страна может передать другим нефтедобывающим странам в этом направлении? Ведь мы видим серьезные подвижки со стороны Азербайджана, состоялась закладка фундамента важных энергетических проектов в рамках Бакинской энергетической недели. Как вы считаете, какой опыт Азербайджана мог бы быть полезен другим странам? Спасибо большое. Да, это действительно важное мероприятие, которое ежегодно проводится уже последние 30 лет в Азербайджане и привлекает внимание региональном масштабе, а также глобальном масштабе. И учитывая состав делегации гостей, которые присутствовали в мероприятии, можно сказать, что Азербайджан уже является центром также больших региональных энергетических проектов. И как глава государства отметил в своей речи во время выступления на церемонию открытия, Азербайджан являлся и на сегодняшний день является нефтегазовой страной, но это ресурс, который был дан Азербайджану как бы Богом, и мы всегда важно, как этим ресурсом мы пользовались. И в этом контексте президент Азербайджана Ефан Мариев выделил очень важные нюансы, которые касаются того, как Азербайджан эти финансовые прибыли привлек на развитие человеческого капитала. Например, на снижение внешнего долга страны, а также снижение уровня безработицы и уровня паворки, то есть чтобы не было в Азербайджане, уровень бедности тоже в стране был снижен за эти инвестиции. И в этом контексте то, что Азербайджан является членом тройки, то есть Объединенные Арабские Амираты, которым был проведен КОП-28, КОП-29, который будет проведен в нашей стране в этом году, а также Бразилия, которая планирует провести это в следующем году. А что касается опыта, Азербайджан сам, несмотря на то, что является страной с независимостью всего лишь 30 с лишним лет, но добился в этой сфере значительных успехов. И мы считаем, что в этом смысле постсоветские страны, то есть в основном центрально-азиатские страны, в которых тоже есть коробные ресурсы для развития альтернативных источников энергетики, то есть Казахстан, Туркменистан, Узбекистан и другие страны, они могут пользоваться опытом Азербайджана, который в 90-х годах начался в сотрудничестве с нефтегазовой сферой, но постепенно уже переходит на зеленую энергетику, зеленую экономику. И мне кажется, в основном эти страны, среднеазиатские, а также, конечно, и другие страны, которым эта сфера интересна, могут ознакомиться в последние годы, как Азербайджан в этом направлении шел и развивал свои различные секторы, связанные с зеленой энергетикой. И это сотрудничество может дать этим странам очень хорошие дивиденды. С какими вызовами сегодня сталкивается мир в борьбе с изменением климата, и какие инициативы может выдвинуть Азербайджан, как страна, занимающая важную роль в регионе, в том числе в качестве этой тройки Азербайджан, УАЭ и Бразилия, о которой вы уже отметили? Спасибо, очень хороший вопрос, действительно. Потому что глава государства эту тему тоже в своем выступлении поднял, и очень важные моменты он особенно отметил. Вот даже на региональном масштабе, в регионе, в котором мы находимся, то есть у нас есть, допустим, ответственность за Каспийское море, за которое мы, скажем так, несем ответственность и стараемся, чтобы держать стабильный уровень воды. Но он дипломатично очень хорошо отметил тот факт, что это не вопрос, который только от Азербайджана зависит. То есть надо учитывать то, что какой рекой, какими реками Каспийское море питается, откуда вода туда поступает, и как в этих странах управляют водными ресурсами, которые наполняют Каспийский бассейн. А также вопросы, связанные с прибрежными территориями, то есть влияние на Каспийское море и прибрежья климатических изменений. И здесь очень важно отметить глобальное сотрудничество. А также господин президент упомянул про страны, в которых нет финансовых возможностей, то есть в основном страны, которые находятся в маленьких островах. И эти страны тоже должны получать поддержку от будущих финансовых инвестиций, международных финансовых институтов и организаций донор. И здесь уже важно, как эти финансовые средства будут распределяться в будущем. И КОП-29 и в дальнейшем КОП-30 в Бразилии, это будут уже площадки, где надо быть активным и защищать права таких стран. И это очень важный, скажем так, призыв президента Азербайджана Ипома Алиева. И мне кажется, что это будет воспринято всеми странами в глобальном масштабе и будут выполнены эти работы. Ну что ж, большое спасибо, что ответили на наши вопросы и подключались к нашему эфиру. Я отмечу, на прямой связи со студией был Амин Мамедов, председатель общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.